Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Аминь. При основании потеряевки получилось то, что занятия я вел и по темам в 90-х годах. И вот сейчас попросили озвучить это. Читать не могут, а так могут прослушать. Прозвище. Когда просто общаешься с людьми, то кажется, что не обращаешь ни на что внимания о имени человека. Не можешь ничего сказать. Сколько у нас Игорей? Приедут из потеряевки двое и там двое. Только взрослых уже четыре в одном месте. Да еще из них два Игоря Владимировича. Не знаешь, кого по телефону звать. В Маханько деревне на 16 дворов 5 морей. Видите, как? Круг имен чрезвычайно сузился. Если смотреть по святкам, то мужских имен около 750. Это сейчас не более 35 в ходу. 5% всего, а 95 не востребованы. И никто не бьет в тревогу об искудении, о шаблонности нашего мышления. Если есть Лена, то надо ее еще маленькую назвать Леной. Мишей есть уже три. Так нет же, еще маленькую нарекают Мишей. Вот интересное дело-то. Вот везде безобразие просто с именами. Ну, вот возьмите, посмотрите, какие были люди, какие были знаменитые. Самый знаменитый здесь был, там, я не знаю, как их назвать, предприниматель. Раньше были промышленник. Демидов, а звать Акинфий. Акинфий вообще не встретишь нигде. Вот у нас здесь был кто? Анфим. И один еще Анфир. Вот девушка, девочка, она уже выросла. Янафа. Ну, Тарасий. Нестор. Имена-то какие певучие, действительно так. Я вот беру, а почему называли по святкам? У меня старший брат Самуил. Да где-то сейчас Самуил Маршак только известный, и все был поэт. Игнатий. Следующий брат у меня, отец ее Аким. А что это за Аким? Отец Марии, Девы Марии Богородицы. Она Мария Акимовна по паспорту-то была. Понимаете, как это было? Тихон. А у Тихона моего отца братья Амос и Наум. У меня у матери три брата. Макаре, Филарет, Эммануил. Вот в одном только гнезде, сколько было имен, все потерянные. Я говорю, в правительстве был, знаете, Климент Ефрем. Да, ни Климента, ни Ефрема, ни Атварашилов. Даже Иосиф Сталин, этого Виссарионович. Ну где? Ну вот это я и говорю. А надо просьбища только. Так, дальше. Иванов пруд пруди, так не же. Иванов, да. Уперлась жена. Подай место Арсения Ивана Андреевича. Это дубовость мозгов. Как зараза на непокоривых, на своевольных, на самохотении, строящих чревоугодие, сластолюбием. Как кличка какая-то. Даже кличка и та чаще разнообразится. А раньше ведь было все не так. Открывал крестящий календарь и называл, что ему нравилось. А родители даже не издавали голоса. Как я рад, что меня именно Игнатием назвал дедушка Терентий. Царство ему небесное подает Господи. И что я мой отец именно Тихон. Я так люблю эти имена. Они не Владимирова Николаевича и не Игоря Владимировича штамповали. Иногда из шести слов имя ребенку давали. Круто, если сравнить по-нашему. Но это было. Вот у меня начальник, глава городской администрации, мэр города, в десятку лучших мэров, Баварин Владимир Николаевич. Его Колганов заменил после погибели его Владимир Николаевич. Пришел к тюрьму, начальник тюрьмы Владимир Николаевич. Ну что, нормально это что ли? Бросит собаку-палку, попадешь в Лену, в Наташу. Почему кричали немцы, Рус Иван, сдавайся, Рус Иван. А эти кричали Ганс. И там такая же беда. Господь дал семьсот пятьдесят. Семьсот пятьдесят и тридцать. Или фриц кричали еще. Дальше. Исайя. И сказал мне Господь, возьми себе большой свиток и начертай на нем человеческим письмом. Магер Шалал Хашбаз. И я взял себе верных свидетелей, Урию священника и Захарию, сына Вархеина. И приступил я к пророчице. И она зачала и родила сына. Приступил. Что такое приступил? Приступом крепость брал какую-то. А ничего такого. Сегодня сказали бы любовь там или еще как. И сказал мне Господь, нареки ему имя Магер Шалал Хашбаз. Ибо прежде, нежели дитя будет уметь выговорить отец мой, мать моя, богатство дамасское и добыча самарийские понесут перед царем Ассирийским. А почему-то самарийские-то. На это крепкие крепости были, то другое. Придет царь Ассирийский. Вот они верили. Не верили в том, что Гитлер нападет. Да как он может... Не верили никто, что что-то там пойдет в Китай, что мусульмане. Ну по тогдашнему, если говорить-то. А ему что? Спешит. Вот. Дальше. Перевод на русский. Перевод на русский означает «спешит, грабеж, ускоряет добыча». Это вот она, чтобы мать его позвать. И она ему кричала «спешит, грабеж, ускоряет добыча, приходи скорее». И по паспорту было. А что это? Это свидетельство того, что скоро будет нападение. Она же это именно вообще ничего не значит. Володька, Мишка, Игорь. Представьте, как к нему обращалась мать, когда нужно было его послать куда-то или уложить спать. И нельзя было сокращать, как мы иногда вместо полуного имени Константин зовем Костя. Здесь нужно было проговаривать до окончания каждое слово в нужном и нужном падеже. Да. И вот вокруг люди, как люди, а тут с таким багажом. Пока назовешься, уже величать тебе не хочется. А если еще и отец был с такими же претензиями, но уважение к Егове. Беда русским Ванькам. И у других наций, оказывается, так же было. Нашли Моисея в воде и тут же назвали «вытащенный из воды», найденный в воде. А у нас девочка родилась черненькая, ее бы назвать Мелания, то есть черная. Так нет же скудость понятий и протест против Бога, сделает все наоборот. Ее назовет отец Света, то есть Фатина, светлая. Да какая же она? Шарик. Шарик должен быть круглый. Это и полиграф-полиграф лишь понимал. Прихоть на первом месте. Но вот человек вырастает, и имя у него вдруг меняется. Почему? Да по делам. Люди глядят, как он ходит, как работает, как обращаются с детьми или за какой-то поступок. И если какая-то у него приговорка, за ним это закрепляется. К нам приходил Анатолий Емельянов, и он на всякое слово отвечал «слушай и повинуйся». А он ради послушания так отвечал. Так за этим это и закрепилось. За ним это. За ним это и закрепилось. Имя его никто не знает, а слушай и повинуйся. На каждое замечание он всегда говорил, наклонив голову «аллилуйя». Так внезапная смерть его и взяла. И его называем этими присказками. У нас в деревне был человек, весьма похожий на деда Щукаря из поднятой целины Шолохова. И у него была приговорка «Ку». Я «Ку» был на тех соревнованиях. Я «Ку» приз взял. Так его и звали. Ку-Мидон. А потом узнали, что полное имя ему было в крещении дано. Даримидонт Остеев. Наш отец прицокивал языком от удивления. Так в памяти и остался этот его звук. Сегодня, когда человека назовешь не по имени, а по прозвищу, он обижается. Спрашиваю, а ты знаешь сам себя, соответствует ли это прозвище тебе или нет? Библия полна прозвищ, и при том у святых людей, самых близких к Богу. Прозвища были и у Бога, и у Христа, и у апостола, у святых. И они за ними закрепились по сегодняшний день. И никого их прозвища не унизили. Недавно один человек поселился по Теряевке и смеется возле меня. Какое же мне будет прозвище? Я знал, что будет. А вот, как ты себя покажешь, так и будет закреплено. И к добрым прозвищам прилипляться, а от худых отгребаться. Слово прозвище в Библии встречается всего 12 раз. Рассмотрим каждое из них. Был в Риме страшный тиран Калигула. Переводится очень даже поэтично. Красный божмачок. Так его назвали легионеры, когда он был маленьким ребенком. Калигула вошла в историю как душитель, щекотила. Или на Руси Иван Грозный. Иванов было много, но вот этот тиран казнил беспощадно всех, кто казался ему подозрительным. И за ним закрепилось это прозвище. Есть другая версия по этому поводу. Иван Златоустый, это его прозвище. За чудные проповеди, за золотые слова в толковании Библии. Это прозвище дала ему женщина, которая слушала в церкви и многое не понимала. И воскликнула ему примерно так. О, Златословесный учитель, говоришь ты так возвышенно, что веревки моего короткого ума не могут почерпнуть из твоего глубокого колодезя. Говори попроще. И так прилипло за ним Златоуст. Сегодня даже Иоанн редко кто скажет, а просто по прозвищу Златоустый. И все знают, что речь идет о Константинопольском патриархе Иоанне Сыне Секунда. Или Иоанн Креститель, это его прозвище. За дело, какое он совершил. По истории смотрим, что у Христа были прозвища Галилеянин, Назарянин. И это прозвище стало распространяться и на апостолов. Это опасное галилейское учение. Иоанн Отступник. Он прозван за свое отступничество от Христа. Умирая, он бросил свою кровью в небо и выдохнул. Ты победил, Галилеянин. Ты победил, Галилеянин. Мы поэтому тоже являемся галилеянами. У Бога, хотя известно, было 500 имен. Более. Более 500 имен. Но они все есть прозвище. Ибо имя его какое, притча? Кто восходил на небо и не сходил? Кто собрал ветер в пригоршни свои? Кто завязал воду в одежду? Кто поставил из все пределы земли? Какое имя ему и какое имя сына его? Знаешь ли, Псалом 137, Поклоняюсь перед святым храмом твоим и славлю имя твое за милость твою и за истину твою, ибо ты возвеличил слово твое превыше всякого имени твоего. То есть всякое имя, имен много. Ефесянам, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только на всем веке, но и в будущем. Кто знает, что такое Яхве? Яхве означает иегово, в переводе с еврейского сущий. Мы поклоняемся Богу Яхве. Вот уж и удивление на многих улицах, лицах. Дескать мы же поклоняемся святой... Дескать, ну как это дескать? Ну дескать. Дескать. Дескать, вообще, дискобол. Мы же поклоняемся святой троице, исход. И сказал Моисей Богу, вот я приду к сынам Израилю, мы скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам, а они скажут мне, как ему имя, что сказать не им. Бог сказал Моисею, я ист сущий, и сказал, так скажи сынам Израилю, сущий, то есть иегово послал меня к вам, и сказал еще Бог Моисею, так скажи сынам Израилю, Господь, Бог отцов на ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. Вот имя мое навеки, и памятование мое из рода в род. В греческом языке звучит слово Адонай, что значит Господь, а для нас это слово уже и в удивлении. Уже не говорю, что от греков приняли все слова, выскаженные транскрипцией в их произношении. Совершенно непонятно, как они могли так выговаривать эти слова. Очевидно, что звуки их языка не имели буквы Ш, потому что Ешоа у них получился Иисус, а уж мы приняли это как самую истину. Креста прозвали друг мытарей и грешников, и это может быть самое прекрасное его прозвище. Я хуже мытаря, и вдруг он, друг таких отбросов общества. Но тогда этим его хотели унизить. Вот когда ты говоришь общество, у тебя не проговаривается слово, четко и ясно говори. Я прошу это. Иногда прозвище отображает суть жизни человека, как например Семен Столпник, Феофан Затворник. Есть прозвище Филарит Милостивый, Анастасия Узоразрешительница, Сиропитатель, Петр Мытарь, Иоанн Воин. Ни Столп, ни Узы к ним при рождении не имели никакого отношения, и при крещении их этого не было. Но жизнью своей они показали новый вид подвига, и за ним это закрепилось. Интересно, я тут не знаю, буду говорить об этом или нет, но когда кого-то работают, вот КГБ за кем-то, обязательно есть какое-то прозвище. Или дают ему, или сотрудничают с ними. Ну прошло время, я освободился, и тогда взял, написал бумагу, местное КГБ. Я хочу узнать, какое у меня прозвище было у вас. И мне ответ пришел на бумаги, вот интересно. Патриархию писать бесполезно, мертвая зона, болото или там никого вообще нету, муляж один. Эти отвечают, и отвечают серьезно так, в разработке их. А у вас не было прозвища, просто Лапкин Игнатий Тихонович. Такое бывает, да, такое бывает, говорят. А почему? Не знаю. Я знаю, хороший человек, просто грамоты в Москве, Попков, фамилия его, теперь в Америке он. И я узнаю, теперь говорят, какой у них клоун. Почему он клоун? Он замечательный человек. Но что-то-то они находили, обязательно. Вот, патриарх Алексей Второй Дроздов. А почему? А Филарет Дроздов был, и он диссертацию писал на эту тему. Ему присвоили это. Вот сейчас патриарх, у него кличка КГБ, или как? Кличка, псевдоним, или что там? Михайлов. Они все там под кличками где-то. Дальше. Есть такие, кто ничего не умели делать. Даже на столпе стоять не удостоились. Но копали гробы, могилы, и за Марком так и закрепилось. Марк-пещерник, гробокопатель. Марков святых было много, но как только скажешь приставкой гроб, так все сразу же умом выращивают пещерские подземелья и их дети. Феофил у них ничего и этого не умел, но только плакал. Так и вошел в историю плачливый. Два сосуда наплакал, не как у Нерона, на слезинке, за себя и за Петрония. Какое прозвище, но нам дадут люди. Мы уже дали, мне уже дали магнитофонизатор. Это уже так назвали меня и в книге прошло, потому что я покупал магнитофоны, то он в студии, насчитал в Блатоусте и по всей стране распространял. Архипелаг ГУЛАГ в полную страну наполнил. За 10 лет до первой публикации его. Отдельно же те святых. И назвали так, и вот так и закрепилось в то время. Ну а теперь еще как-то, наверное, форумом назвать надо. Давайте сегодня посмотрим по истории, какие были прозвища. И когда нет никаких прозвищ, то это, как правило, человек серый, незаметный, ничем не выделяющийся из толпы. Его никто не видит и не знает. По имени назовут, да еще и имя это пояснение требует. Кто и откуда этот серенький мышонок? Как в Барнауле, в Покровском соборе, сразу служат три Михаила. И диакон Михаил еще. Как скажешь Михаил, то какой? Да старый. А там два старых. Вот и говоришь, что бывший регент или лысый который, два пояснительных слова надо, и старый, и лысый. А старым и лысым может быть каждый под старость. Да какие же это прозвища-то? Это все равно, что как корову выделять, что у нее нет рогов, как она комовая. Да. А когда за человеком значится что-то конкретное, великое или, ну, приносящее удивление людям, они по этому прозвищу его сразу найдут. Вот занятия какие идут. Это занятия. Они не шаблонные, не стандартные. Почему? На мне не пахала ни одна семинария, ни одна академия. Как отец Геннадий говорит, он на меня, говорит, рост как дичок. Дичок. Я везде узнавал, ехал, встречался с парнисорами. Автора книги понравилась. Баптизм, такая книга. Митрохин, Лев Николаевич. Поехал в Москву с магнитофоном. В то время огромный магнитофон поехал и встречался. А Рау Розове, драматургию, узнал. В литературный институт поехал. Его тут же интервью у него взял Пескова, который Василий Михайлович писал. То есть меня всегда было интересно. С магнитофонами огромными, по горам, по озерам ездил везде. Птиц записывал, зверей. Мне все было интересно. Я жил на Накале. Просто интересно. А когда за человеком значится что-то конкретное, великое, но приносящее удивление людям, они по этому прозвищу его сразу найдут. Вот сейчас Селекорщина, директор Гладышев. Я его и не знал. А мне его жители говорят, да это бандит. Вот это прозвище. Может быть он добрейший человек? Как бы не так. Поясняют. И этого ему мало. За его отношение к людям. Я всего два раза его видел и ужаснулся. Да как же занесло-то на такую должность? Раньше бы коровне послали пасти с такими матами его. Апостол... Да почему? Потому что говорят, ну, чё паря? Ребятишки, роботишки, молочков будете есть, а ты материшек. То есть понимали, какая-то связь между этим. Не пастух не пойдет такой пасти. Апостолом Христос сам давал прозвище от Марка. Иакова Завидеева и Иоанна, брата Иакова, нарекшие им имена Воанергес, то есть сыны Громовы. За что же? Однажды их обидели жители языческие, что не приняли на ночевку. А они думали, что их с распростертыми объятиями будут там встречать хлебом с солью. Как бы не так. Чего ради корченские будут нас любить, попов? От Луки. У нас, интересно, приехал Глушков Игорь Валентинович. А жил прямо на конце Корчена. Семь ребятишек. А кто? Монах Глушков. Ну, монах. В синих штанах. Ну, давай. И послал вестников пред лицом своим. И они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видят то ученики его Иаков. И Иоанн сказали, Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илья сделал? Здорово. Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, не знаете какого вы духа. Не знаете какого вы духа. Небо сын человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. И пошли в другое селение. Да отойдем до другого селения, там они близко друг от друга, километра за 15. Пройдем ночью, попрогуляемся по свежачку. Кто дает прозвище? Вот подходит рыбак. А Господь видит внутри его крепкую, как булыжник веру. Как булыжник. И тут же его прозвище навеки присвоен от Иоанна. И привели его к Иисусу. Привел. Привел его к Иисусу. И Иисус же взглянув на него сказал, ты Симон, сын Ионин. Ионович. Ты наречешься кифом, что значит камень. Петр. И вот на этом камне будут католики 2000 лет трясись. А если бы мы подошли ко Христу, он бы, может, сказал, ты кисель, жижа. Я думаю, вот так. Медуза. Вот тебе бы какое прозвище дал, Господь? Ты там думаешь, как? Ну как, ну сам себя-то знаешь ты. Никита. Ну бери любое, ты сонливый. Жижа. Кисель. Ну понимаешь, у меня занятия-то какие, они нестандартные. Ну не можешь же это говорить, там, так, с миров выступает. Или кто? Другой такой суровый ролик. Четыре с половиной минуты. У него сказать-то ей, может, и нечего. Дальше. Ты любитель гордебачить, ты сонливый, рохля. А вот это то ни рыба, ни мясо. Прозвище потеряю, с кем такое вот надо было давать. Дружинину было прозвище Господин Дай. Он везде все выпрашивал, ходил. Миша, когда приехал, я сразу же сказал, этому прозвище будет своя выгода. Так, он все делает, если выгоды нет, знать не знает, перепродать, там, говорится, такое вот. Так и подтверждается по сей день. А Маргарет Тэтчер сказано, железная леди. Тамерлан прославился чудовищной жестокостью и вошел в историю как железный хромец. На самом деле ему имя Тимур. Никто и не знает это, а знает это Мерлан. Был железный Феликс, палач в революции. Проклятый миллионами людей. Палач из палачей насильник, как пишет комсомольская правда. Родную сестру изнасиловал. Кровожаднейшая личность. Железный значит бессердечный. Вместо сердца у него была железная и железка ржавая. Лысый пигмей. Все знают это Зюгановская вобла в мавзолее. Как говорит Валерия Новодворская. Усатый гуталийщик. Так называет Солженицын Сталина. Сына сапожника Джугашвили. Гуталин. Крем для сапог. Гуталийщик. Когда Бог сотворил этот мир, то хотел, чтобы на земле была владыка, царь. Как вершина его творения. И перед Адамом стали проходить все звери, птицы. И он стал давать им имена, прозвища. Вот интересно. Он говорит, что в этом Иоанн Затаус видел пророческий дух Адама. Так сейчас при воцарении нового царя перед ним все идут чины. Кто где губернатор, знакомство. Новому губернатору, главы администрации районов говорят о себе. Кто они такие? Так и новому представителю президента доложились все главы. Вот так звери проходили перед Адамом. А он давал им имена, соответственно их вида и назначения. Вот так сейчас кому-то можно сразу сказать. Ты табакур, ты матюганщик, ты ворюга, ты циник и язва. Вот идет крохобор. Вот отец нации. Вот друг вдовом и детям. Когда я занимался златоустом, начитывая на пленке этого учителя вселенной, то на меня обратили это слово. Златоуст со второй строительной. Это я где жил. Ставят фильм «Златоусты потеряете». Фильм? Вообще. Занятший первое место в России. Это за мной. Я не златоуст. Какой я златоуст-то? Я все вспоминаю, когда был конгресс интеллигенции, очень важный. Это со всей России. Тут был Алфеор ЖРС. Лауреат Норвенской премии. Ну и против меня выступает тут один Бобров Геннадий Александрович. Первый секретарь КПРФ Железнодорожного района города Барнаула. И к суде обращается. В суде? Суде спрашивает. Давно вы знакомы с Лапкиным? Он против меня идет. И где познакомились он? Ваша честь. Был конгресс интеллигенции. И вот там такие дела были-то. И вдруг слово представляет вот этому вот. Хотел сказать типу или как он. Лежу в задрипанном таком пиджачке. В валенке с галошами. А это-то зачем среди очкастых тут? Он-то какое отношение к интеллигенции имеет? Ваша честь. Ну вот он заговорил. Я прошептал. Златоуст. Какой Златоуст? На то он смешно. Он против меня говорит и забыл про все. Пожалуйста. И фильм таки назвали. Златоуст из Потеряевки. Мне Господь позволил понюхать этой кличке Иоанновой. Думаю, что мало не покажется, как и к чему это обязывает. Иннокентия Десского так называли за яркие неповторимые проповеди. Ричард храброе сердце. Он не знал нигде отступления. Мы-то ничего не можем сказать, что означает петух, индюк. А по-еврейски, когда Адам давал название, в этом слове что-то отображалось. Например, шел голубь. Или пролетал. Он увидел его хвост, распущенный, и сказал пижон. По-английски так и звучит. Пиджон. Пиджон. И привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их. И чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. Названия эти носили пророческий характер. Говорит Иоанн Златоустый, что Адам как бы предвидел, как будут эти звери вести себя. Имя Адаму дал сам Бог, и оно означает земляной. Эдем означает красная глина. Ева – жизнь. Зоя порой у нас. По-гречески Зоя. Бытие. И нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих. Плечи. Мудрый сердцем прозовется благоразумным, и сладкая речь прибавит к учению. Некоторые окончили несколько академий, степени разные нацепляли на себя, а благоразумными не прослыли. А вот разбойник рядом со Христом висящий, так и остался с этой приставкой – благоразумный. Интересно, был фильм какой-то, Нестерка, украинский фильм там. И там говорят, а вот грамот, он и к грамоте разум еще нужен. Ты мне это запомнил, а в армии смотрел. Интересно. Из всех миллионов разбойников эта кличка захватила только одного. В самый последний момент решительно выкидает свой прежний лагерь и приходит в стан Христа. Проповедник на земле последний, кто был рядом с живым еще Христом. Он осудил весь преступный мир, ибо засвидетельствовал, что получил по делам нашим. А он невинно страдает. Этим он осудил приговор Синедриона. Вот эта проповедь, ну какая проповедь-то у меня? Она интересная. Почему? Потому что у меня нет засоренности мозгов, то, что там по программе Осипов там даст или КГБ отсыпет. Я как вижу, так и говорю. В молитвенном состоянии. Исайя. Один скажет, я Господень, другой назовется именем Иакова, а иной напишет рукой свою. Я Господень, и прозовется именем Израиля. Почему? За что? Кремлянам. И не все дети Авраама, которые от семени его. Но сказано, в Исааке наречется тебе семя. То есть, не плотские дети, суть дети Божьи, но дети обетования признаются за семя. Сыны Израиля это мы. А то привыкли гоняться за дымным надмением мира, за чечевичной похлебкой. Вот как дается этим едокам прозвище Едомлян. И сказал Исаак Иакову, дай мне поесть красного, красного этого, либо я устал. От всего дано ему прозвище Едом. Все, прозвище получено, прозвище дано Едом. Все, съел и все, для еды прожил. Ты не слыхал и не знал об этом, и ухо твое не было прежде открыто, ибо я знал, что ты поступишь вероломно, и от самого чрева матернего ты прозван отступником. Вот и все, прозван, прозвище. Левей или левий вообще не означает ничего, как только происхождение из левии на священнического колена. Афаддей в переводе с еврейского означает хвала. Или он очень много прославлял Бога в молитве, или сама жизнь его была похвалой и его христианскому званию. Быть Фаддеем весьма почетно. Имя Бог переменяет. Филипп и Варфоломей, Фомай, Матфей, Мытарь, Иаков, Алфеев и Левий. Левий прозванный Фаддеем. Видите, прозванный. Прозвище и отдел. У нас такие есть в общине, и шить имеют рубашки, и ничем не будучи связаны, они бегут по бабушкам, и всех они обласкают, и о них плачут, не видя их. Такой была Света Петеримова. Сейчас Таня Капуста и Наталья Приходько успевали обижать всех и по домам инвалидов. Но есть и другие прозвища. Ко мне привезли мальчика, еще только пошел в школу, а его все зовут Кабан. Такой он жирный, спать и жрать. Что тут есть христианского? Его уже в гроб загоняют, в инфаркт сами родители. Иногда прозвище по местности. Где кто жил? Как Мария Магдалина. Может быть кто-то из вас войдет в историю как Потеряевский Лука. Вошел же Сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12. Ивана Калитой прозвали, это означает денежный мешок, ибо он всегда выходил к народу с мешком денег и в народ метал деньги. Деяния. И поставили двоих. Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Иустом. И Матфея. Главное, называемый Варсавой, он Иосиф, а называемый Варсавой, а прозваный Иустом. Иуст с латинского означает праведный. Сумел же я себе так показать, какой у него дух был, какой настрой. Интересно это знать. Ты считаешь, у тебя новинка это? Ну давай дальше. Так Иосифа прозвана от апостола Варнавую, что значит сын утешения. Левит родом киприянин. Прозванный, от апостолов, все его так назвали. А Варнава и Савал, по исполнению поручения, возвратились из Иерусалима в Антиохию, взяв с собой и Иоанна, прозванного Марком. Прозвище, прям на каждом шагу у них были. Марк означает сухой, вядающий. Что же в этом переименовании было? Иоанн засох для плохих дел, как та смоковница, и расцвел для новой жизни? Второй Маковецкий. Бывшие с Неемею развали это место нефтар. Это что значит очищение? Многими же называется оно нефтай. Такова была кончина Антиоха, прозванного Епифаном. Епифаний с греческого означает явление. Второе Маковецкое. Ибо Птолемей, под прозванием Макрон, почел за лучшее соблюдать справедливость к иудеям, после бывших к ним несправедливостей, и старался дела с ними оканчивать мирно. Неконор уже указали на некого разиса из Иерусалимских старейшин, как на друга граждан, имевшего весьма добрую славу из-за своего доброжелательства, прозванного отцом иудеев. Когда бежали заключенные, то их вылавливали, и за донос давали несколько килограммов селедки. И когда такого ходяходягу видели дети, то кричали «Вон идет селедка!» – пишет Солженицын. В отчетах ГПУ люди назывались «Усками мыла». Иоанн давал прозвище сразу же, как только видел людей в Матфея. Увидев же Иоанн многих парисеев и садукеев, идущих к нему креститься, сказал им «По рождение Ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Змеи ползут к нему. Но кличку можно изменить делами своими, подтвердить переименование. Так, Дамаскин, на острове Валаам, когда был еще рядовым монахом, за ним было прозвище «Касабрюхи». Что ты «Касабрюхи» вообще? Живот на бок был, переедал или что? Вот такое интересное. Но потом он стал одним из самых почитаемых в России епископом Исайном. «И увидят народы и правду твою, и все цари славы твою, и назовут тебя новым именем, который налекут уста Господа». В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луци Кириянин, и Манаил, совоспитатель Никирида, четвертовластник, и Савл. Вот я говорил, это вот занятие было в Потеряльске, в лагере сидели, и тут сидит женщина одна приехала. И она смешливая такая, говорит, ну какое же мне, Игнатий, прозвище даст? Я говорю, ну судя по тому, как ты вот сколько держишь разной птицы и колешь, будет тебе прозвище «Кровожадная женщина». Ой-ой-ой, ну и так и было. Рубишь ты их, рубишь. Она такая хорошая. Кажется, такая маленькая подробность о его прозвище, за его происхождение, что он был чернокожий. Но нам так дорого это указание, что они были такие простые люди и жили не в засушенном старообрядческом иудаизме, но в Скорлупе, от и дом. Но у них все было на виду, и они пользовались кличками, прозвищами, так просто, манипулируя ими, и этим жизнь была так многокрасочна, ненадута, чопранная. А вон рыжая идет, это говорили о Руфине, так и переводится ее имя. Людям, конечно же, нравится, когда прозвище хорошее, как бы возвышающие их. Во Франции был король Филипп с прозвищем «Красивый». Разве кто откажется от прозвища «Мудрый». Но Писание это не одобряет. Если ты не знаешь Христа, то в тебе нет мудрости. Ты красавчик! А ты знаешь, что он наделал-то? Он масоном по пику воткнул в одно место. Римлянам, называя себя мудрыми, обезумели. И какой поступок не возьми, везде грубость, ложь, обман. Вот, посмотрите, когда едите за столом дома, как вы на чашке наклоняетесь. Ну, свинья и порося. Об этом говорит Василий Великий. Вот тоже прозвище за величие его учения и жизни. Он говорит, что всякое животное наклоняется к пище, и только человек подносит пищу к себе. Вот говорят, он с детьми занимается. Ну, одно, научите сидеть прямо, то облапают, упал свинья, порося. Ну, сиди прямо, за край стола не заваливаются. Посмотрите их едон фильм-то, Герасимова. Из одной чашки десять человек едят-то. Ну, никто же лбами-то не стучится над чашкой-то. Дальше. Поставьте себе за правило не склоняться над столом и не облокачиваться, ибо это есть бесстыдство, Сирахов. Стыдись всего. И пред истинную Бога и завета его стыдись, и облокачивание на стол, обман на призайме и отдаче. Видите как? Облокачивание, это бесстыдное. Локоть никак. У нас правило, вот дети, все это знают. А вот главное, он занимается детьми, а ничего нету. На велосипедах собрал. Где они? Найди их где. Какое же это воспитание-то? Это сектантское суемудрие. Кажется, такое-то уж маленькое, примахонькое дело сидеть прямо за столом. Но поверьте, что вы и сегодня, и завтра так и будете наклоняться и есть, как едят все безбожники. И вам, бессовестным бесстыдникам, как вас всех называет Библия, никогда не научиться правильно даже этому, потому что вы не хотите учиться. Вы живете в чванстве своего невеженства. Я, матушка Людмилу, за 30 лет не мог научиться сидеть прямо за столом, как сидят русские люди. Посмотрите на картины Поленова. Там это отчетливо видно. Видите, сколько конкретно сидят люди, сидит эта матушка, я ей говорю. И по сегодняшний день так же. Над собой вообще не работает. И картина Поленова тебя побуждает. Вот сколько информации дается. Привычка из свиньи. Вам нравится? Валяйся-ка, свиньи. Свиньи. Вам нравится? Ложку не бери в правую руку, пока в левую не возьмешь кусочек хлеба, на который будешь ставить ложку, чтобы с нее не падало добро на стол. Этой премудрости детей научают в течение одного дня. Не свалите в чашку. Проверь, на что ты способен. Победи в себе хотя бы жадность к пище. А то, как увидят чечевицу, так уж и в атаку на чашку. И чашку залезать кусочком, чтобы ничего не пропадало. Мне сегодня и говорят некоторые слушатели. Ты не думай, что мы ничего не понимаем. Ты только учи нас. А мы где-то там, в корнях, в традициях своих сохраняем для потомков. Вот утешили меня патриоты русского желудка. Патриоты русского желудка. Конечно, и это радостно слышать. Хотя и под камнями, но зернышко окончательно не умирает. Меня в детстве обзвали ягненком по созвучии имени. Мне было очень обидно. Отчего? Да просто по дикости природы, по неотреченности от своего я. Христос даже дал царю прозвище. И сказал им, поедите, скажите этой лисице. Все изгоняй бесов. И совершай исцеление сегодня и завтра. И в третий день кончим. Все изгоняй бесов. Ну запятую-то ты видишь. Все. То есть вот. Изгоняй бесов. Ну маленько тормозди. Тут одной лентой идешь от кисель. Наших депутатов можно назвать волками. Алтайская правда пишет о Егоре Строеве о том, что ни у кого нет столько прозвищ, как у него. И удавом его называют, и другими именами. Вот всем по одному номеру газеты Дайлю. Читайте и не обижайтесь, когда говорю вам о ваших качествах под образом зверей. Даже города получают прозвище. Вот. Написали. Стоит в интернете скулцы. Скулцы это такое самое боющее животное. Читаю. А полностью о Жириновском. Пожалуйста. Откровение. И трупы их оставят на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. Видишь, как называется? Содом и Египет. Кто не выдает пенсии народу, зарплату, на которую только может человек хлеб купить. А из пищи получаются красные кровяные тельца. То такой человек, будь он и президентом, имеет прозвище кровопивец. Сирахов. Хлеб нуждающихся есть в жизни бедных. Отнимающего есть кровопийца. Пожалуйста. С подачи Рейгана СССР назван империей зла, империей лжи. С этим никак нельзя не согласиться. Всякая ложь, любое насилие, все сконцентрировалось на одной шестой части земли. Огромный, страшный обман, который тут проник и в церковь. У Рейгана уже давно нет. А империя злодейства беззакония, памяти и в реабилитационных списках печатается регулярно. У святых прозвище были какие? Павел Препростый. Прозвище свое он получил за простоту лишения всех вопросов. Послушанием сдвинется любая гора. Захватил жену с соседом. Не стал выявлять отношения, но только спросил. А она тебе нравится? Вот мои дети и воспитывай их. Да крепче обнимай мою женушку, а я вам ручкой помашу. Мешать не стану. Ни драки тебе, ни выявления отношений. А то на волоске семья у него стоит, видите ли. Лопоухим бы его назвали, а он Препростый. И ушел к Антонию в пустыне. И далее по этому принципу он и поступал. Сидит, плетет рогожки. Присылает к нему Антоний изгнать особого крепкого беса из бесноватой. Он уже рогожки свои отложил и приступил к делу. Его спроси. А ты когда-нибудь отсчитывал таких? Да понятия даже не имею. Откуда нам это знать? Мы про это не проходили. Ну разве Антоний, мой учитель, не знает, что я ничего этого не знаю? Раз он повествовал, значит и рассуждать нечего. Просто как? Бес пошел вон из нее. Бес пошел вон из нее. Ну ты говоришь, что маленько хоть, маленько, бес пошел из нее. А я думал так. Повествовательно. Констатация факта, да. Дальше. Бес его послал на три буквы. На три буквы беса. Видал я тебя так вот, да пошел ты на. Дальше. И дело стало. Дальше-то и инструкции от Антония нет. Что делать теперь? Постоял, видит раскаленный камень, выскочил на него босыми ногами и задымилась пустыня. После этого бес завопил. Так больно и он стал ему от этих ног Павловых. Но он и не думал уходить. Хотя бы и кости сгорели. Выходи, окаянный демон. Это у нас демона. И было дело сделано. Черным дымом заволоклось, как бес выходил из нее. Вот и все. Сделай, что не скажи. Лукавые люди начинают оговариваться, обиды вычерпывать из своих замшелых старообрядческих сундуков. Я тебе говорю о твоих явных нарушениях нашего устава. И ты зубы точишь на меня же. Сказавшего тебе о твоем хамстве. И вот начинают выдувать из себя недовольство. Мы не за этим сюда ехали. Мы не за этим сюда ехали. А зачем же вы ехали? Спасение. Вот наша цель. Я отвечаю. Молчи, а иначе будет тебе прозвище противленец. Слово противник означает сатана. Так и засохнешь с этим прозвищем. Ты нарушил устав, и я же вокруг тебя приплясываю, выглядываю, выгадываю. Какое у тебя настроение? Выслушаешь или нет? Или оскорбишь опять? А что, большой раз и грех делаю, что не слушаясь. Первое царство. И покориваясь здесь такой же грех, что и волшебство. Противление тоже, что и делопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем. Разве ты не считал, что противление есть одно из четырех грехов против Духа Святого? Деяние. Жестоковынные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Обслуга лагеря Стана установила столько заграждений вокруг всякого пруда. Сколько деревьев посадили у пруда. А вот про вас даже в газете писали. Планы, батюшка говорил, огородить кладбище и посадить березовую аллею. Где это? Ни одного дела не сдвинешь делать. Может, нас будут прозывать столбозакапыватели, прудокопатели? Когда бы кто ни приехал к Жене Дьякону, они не у него обязательно без пояска ходят. Что же ты такой противный-то уродился? Страха нет Божия. Умер брат бездетным, а брат другой должен взять его жену, вдову и восстановить семя бездетному брату, чтобы первый ребенок величался по отчеству, по имени первого брата. А если второй брат откажется это сделать, тогда не обижайся, но тебе будет прозвище второзаконие. И нарекут ему имя в Израиле Дом Разутова. Мне это не нравится. Придумали, что попало какие-то прозвища. Ну уж, дорогой, что ты избрал себе, то и выросло. Господин без пояска, господин невоздержанный. Другого нет, за что купил, за то и продаю. Трудно ли тебе пуговку застегнуть до воротника? Все время распластана рубаха до пупа. Как блатные. Бывает, что ошибочные по злобе назовут как-то. Но это идет только здесь. Не найдя же их, повлекли и Асона, и некоторых братьев, городским начальникам. Креща, что эти всесветные возмутители пришли и сюда. Филарет Милостивый был настолько милостив, да глупости глубочайшая. Никому из вас не советую так поступать. Например, кто-то попросил бы вас что-то попутно подовезти на тракторе. А ты бы в ответ, чего уж тут мелочиться. Ты уж и трактор бери, и заправку придачу. Вот так он и поступал. Пимен многоболезненный. У Владимира было прозвище Красное Солнышко. Когда он обратился к Богу, из жестокого язычника, убийцы, развратника, превратился в доброго хозяина. И где бы он ни появлялся, на душе делалось весело и радостно. А его сын пойдет уже с прозвищем иным. Святополка Каянный. Убийца двух братьев своих Бориса и Глеба. А та кличка может прилипнуть кому-то из нас. Вполне даже. Милиция нас охранять взялась. А ей кличка Мусор, Легавый. У Гоголя много прозвищ на его героях. Собакевич, Коробочка. Почему украинцев называют хохлами? А они русских хацапами. Есть масса прозвищ, вытекающих из этих стихов Библии, Сирахов. Какое общение у волка с ягненком, так и у грешника с благочестивым. Какой мир у гиены с собакой, и какой мир у богатого с бедным. Ловли у львов, дикие ослы в пустыне, так пастбище богатых бедные. Третьи ездры. Когда лев говорил к орлу, эти слова я увидел. Так богатые жучат нас налогами. Ты запятой не там ставишь совершенно. Когда говорил к орлу эти слова, к орлу, запятая, эти слова я увидел. У тебя вот что получается-то. Не слова увидел. Когда говорил к орлу эти слова, я увидел. Ты на знаки предпинания вообще не смотришь. Так богатые жучат нас налогами. Как львы и пожирают имущество. Иногда приходишь к богатому, чтобы помогли. А как они на нас смотрят? Нужны ли им мы, Сирахов? Отвратительно для гордого смирения. Так и отвратителен для богатого бедной. Нас вокруг называют попами, думая нас обидеть этим. Мы же отвечаем, что у нас только один поп, что по-русски означает священник. Кто-то спросил, как проехать в Потеряевку. А ему посоветовали обратиться в последний дом на Захарихе. К монаху Глушкову. У этого монаха шесть ребятишек. Был такой император. Когда его крестили маленького, он прямо в купели спустил из живота. Его и прозвали Гнойный, Капроним. Гнойный. А Андрей Кураев о нем говорит Капроним. Но Константин Говнюк. Говнюк ему прозвище. И на всю жизнь царем стал. И Говнюком так и звали. С этим именем он и вошел в историю. Надо же было это разнести. Кто же был при крещении? Они могли бы это сокрыть от любителей на острый язык. Принести кого-то. Стареобрядцы называют новобрядцев никоньянами. Они их раскольниками. Православные католиков называют попежниками. А они их скизматиками. У сотрудников КГБ всегда есть клички. И у тех, с каким они ведут скоснежение. Теперь мы знаем патриарха Алексея Второго. Как их сотрудника Дроздова. У знакомого мне кличка была Клоун. Хороший представительный парень Андрей Попков. Я писал и спрашивал в местном КГБ. А какая же у меня была кличка? Они говорят, никакой не было. Просто по фамилии вас называли. И зря арестовали. Не нужно было вас брать. Это же и так понятно. Как же так? Где бы мы теперь молились? Тогда бы и в Америку мне не съездить. И много бы чего не было. Если бы тогда они меня не посадили. Нет, пусть уж буду я и хотя и без клички, но зэком. Это мне на пользу Великого пошло. Хотя и плакал о том много. Во Фрунзе, когда арестовали меня, то Парац и слышал, как говорили. Златоуст два. Златоуст два. Не, ну ты Парац, милиция говорит. Златоуст два. Задержали. Златоуст два. Что означало? Гитлера здесь называли всегда бесноватым фюрером. Когда Наиминь возвратилась из эмиграции домой, то просила назвать ее Марой, то есть Горькой. А Наиминь означает Добрая, Красивая. Она сказала им. Не называйте меня Наиминью, а называйте меня Марою, потому что Вседержитель послал мне Великую Горесть. Горесть. Произнеси у тебя слово, это Горесть. В Житии Александра, епископа Каманского, говорится, что он был всегда черный от обжига угля. И за ним это прозвище было в городе. К чему мы должны стремиться? В чем наш талант? Это и детям нужно отдать. В плотских делах это выражается очень часто в фамилиях. Преображенский, Протопопов. Это уж из поповских кладовых. А вот все кухонные рецепты... Кухонные, ну кухонные. Кухонные рецепты в журналах. Специалист Похлебкин. Вначале думал, что это псевдоним. Нет настоящей его фамилии. В Барнауле искал холодильник. Спросил директор, а он холодилен. Случайно ли это? Вопрос об индюках твоих, Люба. Это я, который говорил. Птицы это у нас здесь не водилось. А с твоим приездом они нам показали, что это за фрукт американский. Они летают как дикие птицы на деревьях. От них нет загородки никакой. Они пошли по огородам. Не зря говорят, хочешь быть врагом у соседа, заводи индюков. Ты или подрезаешь крылья, или держишь в загородке с крышкой, или еще что-то. У тебя право держать их. Сколько хочешь. У меня право садить мой огород и защищать его. Начинается борьба. И маленьким прутиком сосед победит их всех. Птица бесстрашная. Я на нее мажу фуражки. Они не реагируют даже. Курицу я два раза прогнал. Они и дорогу с петухом забыли. А этот стоит, как будто бы его не гоню. Тут у меня толстый Антон Булдаков. Вот его, Булдаков. Вот сейчас умерла его мама. Про виниться я его наказываю. А он обернулся на свою задницу и так удивленно, спокойно. А это ты меня сегодня наказывали? Это меня сегодня наказывали. А меня сегодня наказывали. А меня, а не сегодня. Ну что ты? А кто его знает. Его даже не интересно драть. У него все как из подушек. Индюков одним прутиком по шею из-за ограду выкинет. Кто сосед. И будет правый, будет победитель. Десятая заповедь гласит. Не пожелай чужого поля. И будет тебе прозвище. Самая кровавая женщина. Потому что много птицы. И колешь ее осенью. Поберегись, остерегись, отодвинься. Птица пошла по полям. И гуси твои весь край пшеничного поля еще до уборки хлеба обшелушили начисто. Заплатишь Игорю-барабашу, хозяину после почета. Сколько ты ему ущерба нанесла. Вот так. Поэтому прозвища. Их не надо давать-то. Ну, а все-таки они бывают где-то. И надо как к этому относиться. Видите, возникла тема. И как я ее осветил. Богу нашему слава. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok